Здравствуйте, это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, меня зовут Галина, я живу в Турции. Перевожу на русский язык официальные источники новости, которые здесь у нас происходят в стране, о чем действительно говорят люди, что их на самом деле интересует. В инфобоксе ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции, обязательно подписывайтесь. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. Так что давайте приступим. Я решила снимать новости маленькой дозировки, но почаще, потому что мне кажется важнее не объем видео на полчаса, а видео покороче, и с информацией самой актуальной на данный момент, что в стране людей интересует. Если вы с этим согласны, напишите обязательно в комментариях, какой формат видео вас устраивает больше и вам интереснее смотреть. Неделя началась с того, что в Стамбуле производился ремонт на нижнем этаже 16-этажного дома в подвальном помещении, и там находился как бы ночной клуб. Это происходило в центре Стамбула, на стыке Шишли и Бешикташи районах. И во время ремонтных работ со сваркой произошло возгорание, вспыхнул пожар, и он был такой силой и такой большой, что возгорание охватило все помещение буквально в реально считанные минуты. Конечно же, на данный момент прям заключений полицейских рапорта не было о том, что это нарушение технической безопасности правил, но появилось видео в сети с момента возгорания, ну как бы-то очень все на видео показано. Летят искры при сварочных работах, происходит тут же воспламенение, и происходит моментальное возгорание. Изначально была информация о том, что, возможно, это был взрыв баллона с газом, но взрыва, как такового, никто не услышал, но именно масштабы выгорело все помещение и этажи сверху, потому что, напомню, это 16-этажный жилой дом. Да, в Стамбуле есть такой момент, что это старый, очень сильно город, и в старых постройках у нас граничат технические какие-то помещения с жилыми, складскими помещениями из-за плотной, скажем так, застройки, и неизвестно пока, что тема сейчас еще не обсуждалась, но вопрос всяких разрешений, как можно ночной клуб какой-то открывать в жилом помещении, в минусовом этаже. В общем, на эту тему сейчас идут разговоры. Но в результате этого пожара погибло 29 человек, и около 12 человек были госпитализированы, либо получили какие-то ранения, и они обратились за медицинской помощью к врачам. На тот момент на место сразу же прибыл мэр города, которого недавно выбрали, он повторяет свой срок, и Крема Мамулу, и было задержано порядка арестовано 8 человек из-за нарушения техники безопасности, кто проводил эти работы технические, в общем, все, кто участвовал, какое-либо отношение имел к этой недвижимости и к мероприятиям, которые там проводились. Многие, конечно, в шоке в Стамбуле. У меня есть знакомые, соседи этих людей, которые там погибли. В среднем это молодые парни, это рабочие, которые участвовали в ремонте. Сейчас мы немножко поговорим о результатах выборов, которые муниципальные прошли. Удивительное событие, такой рекорд по стране. У нас выявился самый молодой мэр Турции, избрали девушку, которой 22 года. Ее зовут Зейнеп Челик, и она победила в городе Калким провинции Чанакали. Вообще эти выборы характерны тем, что в 81 провинции в стране будут управлять мэрами женщины, 11 человек. Я еще хочу отметить, что мы выбирали мухтаров на этих выборах. Мухтар – это глава района, муниципалитета районного. Вот на моем участке не было ни одного кандидата в мухтары мужского пола, только кандидаты женщины. И вот здесь возникает интересное рассуждение, вопрос про исламизацию общества, про женские права, про эмансипированность общества, про светское государство. Я четко могу отметить, что вот на этой эмоциональной ноте и волне, которая сейчас в стране, в данный момент происходит, в последний, назовем так, год, ну, потому что у нас год мерило, это президентские выборы майские, которые практически год назад были, вот эта женская активация в социальной жизни, именно в политической жизни, очень интересная. Я хочу, чтобы вы заострили на этом внимание, и к выборам президентским следующим мы посмотрим про набор парламента, количество женщин в политике, про вот эти позиции мэров, как они справляются со своей работой. Ну и главное, что у нас сейчас произошло, 2 апреля после выборов начались протесты в Курцкой, скажем так, стороне страны, в городе Ван и окрестностях, и также протесты были еще и в Адане. Все это началось с того, что мэром города Ван был избран оппозиционный кандидат, его зовут Абдулла Зайдан, он был кандидатом от прокурдской партии равенства и демократии народов, ну и как бы логично, да, что в такой курдской территории выбрали именно этого кандидата от этой партии, но мандат Зайдана был аннулирован после выборов по обвинению его в связях с рабочей партией Курдистана РПК, она в Турции призвана террористической на официальном уровне. И несмотря на то, что на следующий день, разогнав как бы всех, полицейские и жандармери использовали водометы, ну короче, серьезно людей разгоняли, да, с применением силы, правительство выпустило указ на эту территорию о том, что запрещены любые митинги, любые демонстрации открыты сроком с 3 по 17 апреля, это то время передачи мандата, ну условно, заем это ключи от города новому мэру, чтобы произвести вот этот юридический момент. И на следующий день, когда запрет 3 апреля, люди вышли на улицы еще с большим количеством, протестующие вчера в обед кидали просто камнями, закидывали полицию, те, в свою очередь, использовали слезоточивый газ, водометы эти, разгоняли людей, прямые просто стычки драки были. Все это снималось, транслировалось в прямом эфире на телеканалы, и журналистам точно так же камнями прилетала от толпы. Толпа была просто огромная. И уже к вечеру вчера, 3 апреля, ЦИК Турции единогласно принял решение вручить это избирательное удостоверение, ключи от города, все-таки к партии ДЭМ в Ване, то есть к их мэру, которого они выбрали. Вечером же были массовые народные гуляния, отмечали свою победу на улицах Вана. И это была такая заполняемость площадей, вышел просто весь город. И в свою очередь, вчера так же вечером, президент Эрдоган прокомментировал эти беспорядки, которые происходили в Ване со своей позицией. Хочу процитировать, что он сказал. Тот, кто рассматривает насилие, хаос, бандитизм и вандализм как способ добиться своих прав, снова, как и вчера, то есть 2 числа, столкнется с остальным кулаком нашего государства. Как мы не терпим бандитов в городах, так и не дадим дышать городским бандитам, которые выходят на улицы и считают себя выше закона. Фраза очень, скажем так, жесткая, категоричная, сразу видна позиция. Также вчера в Анкаре произошел очень сильный пожар на промышленном объекте. Информации о погибших не было, но в столице у нас был пожар на фабрике и складах завода по автомобильным покрышкам. Пожар тушили фактически сутки. Возгорание произошло вчера в обед, а только сегодня к утру, к ночь его взяли под контроль, а только к утру его, скажем так, дотушили, вот это тление началось, то есть ликвидировали окончательно. В чем была опасность? Это огромная площадь, просто город весь накрыло, скажем там, гарью и дымом, а рядом был склад с лакокрасочными химическими элементами, то это все зона складов, то есть там были какие-то краски, естественно, горючие вот эти смеси, и не дай бог бы этот пожар перешел на ту часть склада, где еще и лакокрасочные вот эти все моменты были химические, это просто взрыв сразу же. Целые сутки фактически устраняли этот пожар, и до сих пор спасательная работа, ну спасательная в том плане, что там разгребают все, это ликвидация этой катастрофы происходит до сих пор. Слава богу, по стечению просто чудо-обстоятельств, никто не погиб в этом пожаре, это просто чудо, потому что масштабы были просто огромные. С 1 апреля заработало правило для граждан Турции, началось оформление выездных экспресс-виз на греческие острова, о которых раньше зимой были договоренностью Греции и Турции. Виза эта действует на 7 дней, только она ограничена, больше ее не может быть, стоимость ее 60 евро. С ней можно посетить такие острова, как Родос, Лесбос, Лемнос, Хиос, Самос, или Самос, извините, я могу неверно ставить удаление, Калимнос, Илериус, Кос, Мейс и так далее. В чем это характерно? О том, что, например, я живу возле греческой границы, и я уже видела в интернете видео, вчера заработала, ну, с 1 апреля заработала правило, уже блогеры некоторые, возможно, им за это платят, не знаю. Свечку не держала, но уже есть в интернете видео, может быть, как промоушнл такой, да, о том, как люди едут однонимным туром на машине, просто выезжают на машине, пересекают границы очень легко, едут на какой-то остров, отдыхают в Греции, там, одну ночь ночуют и возвращаются обратно домой в Турцию. Ну, довольно-таки интересные правила. Я думаю, что у тех, у кого есть деньги сейчас, этот такой короткий туризм на недельку будет очень актуален, потому что турки, в принципе, отдыхают очень мало. Также на днях было заявление, что в Стамбуле турецкие спецслужбы схватили двух членов ИГИЛ-организации террористической. Это уроженка Кыргызстана и гражданин Таджикистана. Об этом написало издание Хурьет. Они планировали устроить теракты в Стамбуле, ну, с целью запугивания и убийства местных граждан. И в ходе обыска в доме, где их задержали, там же также проживали выходцы из Средней Азии, были обнаружены такие, как бы, ну, улики. Форма жандармерии, мигалка для машины полицейской, кабура для пистолета-ножа, то есть полная полицейская униформа для того, чтобы проходить, скажем так, кордоны, быть незамеченными, как будто бы это полицейские, провести такой теракт. С 15 апреля 24 года, на днях уже, да, для получения или продления ВНЖ, Управления по делам миграции, ГЕЧ, они запрашивают новый документ дополнительный, адрес УЭЦ. Иностранцы должны будут приложить форму к своему заявлению в день собеседования принести, или получить этот адрес можно в любом почтовом отделении Турции, просто предъявив свой загранпаспорт, если вы оформляете свой ВНЖ первичное, свой индифекционный номер иностранца, если у вас уже был ВНЖ оформлен раньше, номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Сделать это все можно также онлайн на сайте, то есть при наличии, это можно сделать онлайн, если у вас есть наличие электронной подписи здесь в Турции, которые тоже через ПТТ можно оформить. Так что кто оформляет ВНЖ и у вас рандеву после 15 апреля, так что имейте в виду, что вам либо, если этого не было указано в кейсе ваших документов, потому что месяц идет на сбор документов заранее, то у вас это 15 апреля, после 15 могут спросить, так что подготовьтесь, чтобы не попасть в просаг и не доносить потом документы, если у вас еще сроки позволят. Также заявление выступило вчера, выпустила Трукшер Лайнс о том, что они откладывают все рейсы в Израиль как минимум до марта 2025 года, ну из-за политической ситуации, да, между этими двумя странами, потому что ранее вообще 26 января туркиши выпускали заявление об отмене всех рейсов в Израиль до октября 2024, теперь уже по 2025 год, это сейчас вся история откладывается. Ну и напоследок расскажу такую историю, вы же просите каких-то и душевных, и позитивных новостей, но такая не очень позитивная, но новость добрая. Я сама недавно узнала, что в Стамбуле есть пес по кличке Боджо, это такой аналог японского хатико героя фильма. Уже два года эта собака в одиночестве проезжает около 60 километров дистанцию на общественном транспорте, повторяя путь прогулок со своим хозяином. Два года назад ее хозяин умер, собака очень сильно по нему скучает, и она использует тот же самый маршрут самостоятельно в одиночестве, без своего уже хозяина. Раньше он ее по этому маршруту, скажем так, возил погулять с европейской части Стамбула в азиатскую. Собака использует метро, автобус и паром. И многие люди, которые постоянно работают, ну вот, например, на транспорте, они стали замечать эту собаку постоянно на одном и том же маршруте. И, скажем так, Бельде и Муниципалитет провели расследование, посмотрели, что это за пес. Плюс оказалось, что пес не бездомный, он живет дома, но его выпускают для того, чтобы он проделывал этот маршрут самостоятельно. Он возвращается потом домой. И, скажем так, Муниципалитет разрешил собаке находиться и на пароме, и в автобусе. Все эту собаку знают. У нее там ошейник подписанный с кличкой, что она под контролем, скажем так. И эта собака пользуется бесплатным проездом, никто ее не выгодит. Конечно, на самом деле, кто ее знает, она там с 8 утра едет обычно в метро, когда все едут на работу. Собаку эту все знают. И очень такая трогательная история. Такой искренней любви. На этой ноте наши новости на сегодня заканчиваются. Пишите, пожалуйста, комментарии под видео, а то помогает продвижению канала в алгоритмах Ютьюба. И Ютьюб понимает, что это видео полезно и интересно людям. К нему взывается интерес. Он предлагает большему количеству зрителей на Ютьюбе новым. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Такие новости Турции на данный момент обязательно в инфобоксе. Ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Скоро увидимся. Всем пока.